Наконец, такой любопытный момент. Исповедание веры, о котором говорят движение веры, оно, как они говорят, создает реальность. Богословие веры описывают человека как существо божьего класса. Мы уже начали читать этот отрывок, звучит он таким образом. Человек был создан на условиях равенства с Богом, и он мог стоять в Божьем присутствии без всякого сознания более низкого положения. Бог создал нас настолько похожими на себя, насколько это возможно. Он создал нас по своему образу, он создал нас по своему подобию, он создал нас так, что мы относимся к тому же классу, что и он. В силу того, что учение веры бессистемно, понять в полной мере, что именно Хейген и его последователи имеют в виду под Божьим классом, довольно сложно. Однако, мы можем совершенно уверенно говорить об одной особенности, которая по их учению присуща человеку как существу Божьего класса. По их словам, человек, как и Бог, обладает способностью творить при помощи веры. Они говорят, Бог это Бог веры. Бог сотворил все, кроме человека, просто приказывая, чтобы это появилось. Ведь он Бог веры. Дальше Бог создал человека, человеком веры, потому что человек принадлежит к Божьему классу. Человек веры с потенциалом творит, живет в царстве Бога. Это откровение приносит конец разговорам о слабости. То есть, опять же, под словом творит не имеется в виду, что он работает своими руками. Речь идет о том, что то, что Бог мог делать, будучи Богом веры, человек тоже в каком-то смысле может делать, будучи человеком веры. Да, и в этом отношении какая слабость может быть у человека, если мы, как и Бог, можем творить реальность вокруг себя. Соответственно, мы, подобно Богу, действительно можем творить реальность, в которой мы живем, своими словами. Иногда это просто банально, как, знаете, на одном из выступлений Джона Ванзини он сказал, скажи кошельку наполнись, чтобы там деньги появились. Но вообще-то речь идет, конечно, о любой стороне нашей жизни, не просто о деньгах, не просто о долларах или здоровье. Это касается и материальных ценностей в том числе, но не только. Хейгин пишет, что исповедание веры создает реальность, осуществление следует за исповеданием, исповедание предшествует обладанию. Духовное реализуется в естественной сфере посредством веры. Вера ухватывает его и творит его реальность в нашей жизни. Кеннет Коппол по своему обыкновению приносит в это учение оттенок такой слегка оккультный, я бы сказал. И, более того, он совершенно не смущается тем, что между его взглядами, которые он проповедует, и учением движения новой эры, есть вообще очень серьезные параллели. Вот, например, у него есть такое любопытное рассуждение. Он говорит. Вопрос, который у меня возникает, естественно, где Богу место в этом процессе. То есть, все происходит совершенно естественно. Мы представили себе, как это должно быть. Вера поднялась, превратила все это дело в то, что мы хотим. И все замечательно. В оккультных практиках это называется визуализация. Когда мы с вами представляем себе то, что мы хотим, и потом силой своего убеждения, или заклинание, или что-то еще, превращаем это в некую вещь материального мира. Коплант хорошо понимает, как это звучит, и насколько это близко к учению движений новой эры и оккультизма. Он говорит об этом в следующем. Слова создают образы, а образы в твоем разуме создают слова. А потом слова выходят из твоих уст. И когда эта духовная сила выйдет, она материализует образ, который есть внутри тебя. О, так это же визуализация. О, так это же новая эра. Движение новой эры пытается это сделать. И поэтому они сумели получить из этого какие-то результаты. Что это, брат, духовный закон. То есть, с нами с вами, движение новой эры, по сути, занимается тем же, чем и движение веры, только они только пытаются. А у движения веры есть вполне, так сказать, все основания для того, чтобы это довести до конца. Хейген говорит то же самое, только метафизические подробности все опускают. Он, в отличие от Коплана, не интересуется такими деталями. Он говорит, по мере того, как ты изучаешь Слово Божие и узнаешь о том, что говорит его Слово о том, кто ты, что ты и что у тебя есть во Христе Иисусе, даже если поначалу это покажется нереальным, начни исповедовать. Да, это мое, согласно Слову Божьему. Затем ты увидишь, что исповедание веры создает реальность. Вот то, что меня смущает в этой цитате, не действие Духа Святого создает реальность, да, не плоды Духа, не там работа Бога внутри тебя, а исповедание веры создает реальность. То есть, человек сам фактически себя таким образом создает. Честно говоря, понятия не имею. Вот этот вопрос, я думаю, что вы тоже рассмотрите, пожалуйста, потому что здесь чистое толкование ее психологии, чистое толкование тренинга, психологически позитивный тренинг. Я сильно сомневаюсь, что он был психологом. Дело в том, что идея позитивного исповедания, она ведь принадлежит не только движению веры. Среди позитивного исповедания это целое движение, которое существует в самых разных формах. То есть, по сути дела, тот же фильм «Секрет», который, будучи вообще не христианским течением, он тоже построен на этом. Позитивистская психология, тот же Карл Роджерс, это, по сути дела, та же самая идея, которая трансформируется в чисто светском, бесхристианском мире. Просто то, что делает Хигин, он берет саму эту идею позитивного исповедания, ставит на фундамент каких-то библейских стихов, выронных из контекста, предлагает людям, как некое откровение от Бога. На самом деле, это все та же старая добрая мысль, оккультная, если хотите, метафизическая, которая уходит своими корнями в конец времен, о том, что мы сами творим реальность вокруг себя за счет некоего исповедания. Обоснование своей точки зрения с помощью Библии. Это тоже, но это уже вторая проблема, то есть это то, чем занимается практически любой культ. Отсюда следует закономерный вывод. Если мы сами своим исповеданием творим реальность, то все, что у нас есть, будь то духовное или физическое, это наша собственная заслуга, а не дар от Бога. Воплощением этой идеи является очень популярный среди движений веры лозунг, который звучит «Что ты исповедуешь, что и имеешь». Что исповедовал, то и получил. Вот несколько цитат из Кента Хейгена и Кеннета Копланда. «Фактически все, чем ты являешься и все, что ты имеешь на сегодняшний день, является результатом того, что ты поверил и ты сказал в прошлом. Очень немногие люди знают, что они сами могут выписать себе билет у Бога. Бог потому не сделал для них больше, что они не сказали больше. То есть, что у них есть сегодня – результат того, что они сказали вчера. «Ты можешь иметь то, что ты скажешь. Фактически ты сейчас получаешь то, что ты говоришь. Если ты живешь в бедности, нехватке и нужде, измени то, что ты говоришь. Это изменит то, что у тебя есть». Все эти утверждения вновь возвращают нас к фундаментальной идее движения веры. Наша жизнь подчинена объективным и неизменным законам, а нам нужно просто научиться ими пользоваться. То есть, опять же, немногие люди знают, речь идет о нашем знании, что если мы научимся пользоваться принципами, узнаем, на какую кнопочку нам нажимать, то мы всегда будем получать то, что мы получить хотим. И поэтому совершенно нет удивления никакого в том, что у некоторых проповедников веры некоторые заявления по поводу того, как мы получаем те или иные ответы на вопросы или решение материальных проблем, выглядят просто как заклинание, которое мы обращаем к этим материальным предметам. Вот, например, одна очень известная проповедница движения веры, ее зовут Мэрилин Хики. Она живет в Штатах, и ее передачи все время были тоже у нас на центральном телевидении. Она говорит следующее. Что тебе нужно? Начни это создавать. Начни говорить об этом. Начни проговаривать это в реальность. Обращайся к своему бумажнику. Говори, ты большой, толстый бумажник, полный денег. Обращайся к своей чековой книжке. Говори, ты чековая книжка, ты никогда еще не была столь богатой. С тех пор, как я завладел тобой, ты просто битком набита деньгами. И мы совершаем с вами закономерный круг. Начали с того, что у нас есть власть, которой бог с нами поделился. Мы говорили о том, что мы существа того же класса, что и бог. Мы говорили о том, что мы исповеданием определяем реальность. И теперь же вместо того, чтобы молиться богу, мы начинаем молиться собственному кошелеку. И говорить кошелек на полность. Пусть там деньги у тебя появятся. И в конце концов, таким образом, очень легко скатиться в полноязычество. Что, в общем, по большому счету и происходит. Хуже всего то, что этот принцип исповедания движения веры распространяет на вопрос спасения человека. Не только исповедание, касающееся моментов здоровья или богатства, но еще и спасения человека. Вот что говорит об этом Хейген. Библия говорит, что вы спасены потому, что вы верите и провозглашаете что-то. А не только потому, что вы верите. Библия не говорит, что если вы просто поверите в своем сердце, что бог воскресил Иисуса из мертвых, вы будете спасены. Вы не будете спасены только потому, что поверили этому. Устами исповедания превращается в спасение. На самом деле, как мы говорили с вами, это не так. Речь идет о том, что на самом деле человек устами исповедует ко спасению. Почему? Потому что исповедание наших уст является проявлением того, во что мы верим. Если бы исповедание уст было неотъемлемой и непременной частью нашего процесса спасения, то все немые погибли бы. Потому что человек, который не может устами произнести, он неизменно погиб бы. Более того, все Писание, весь Новый Завет с начала до конца. У меня здесь в конспекте есть десятка два мест, которые можно было прочитать, если бы было побольше времени, где говорится именно то, что мы спасаемся простой верой во Христа, независимо от наших дел. И наши уста являются только реализацией той веры, которая в нашем сердце есть. Единственный текст, на который ссылаются проповедники веры, говоря об этом, это тот самый текст Римлянам 10.9.10. «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Хейген говорит, что ему лично явился Иисус Христос и объяснил, что закон веры и его формула, о которой мы говорили уже, распространяются не только на законы болезни и преуспевания, но еще и на законы взаимоотношений со Святым Духом. Он спрашивает у Христа, «Ну, ты сказал, что если любой человек в любом месте может получить все, что захочет, если сделает эти четыре шага, значит ли это, что так люди могут исполниться Святого Духа?» Он ответил, «Совершенно верно». То есть те же самые четыре шага, которые мы предпринимаем, они распространяются на наши отношения с Богом. Здесь очень важно иметь в виду, что в греческом тексте слово, которое переведено на русский язык, как «исполняться», на самом деле стоит в страдательном залоге. То есть другими словами лучше перевести, как «быть исполнено». Не мы исполняемся Святым Духом посредством каких-то шагов, а Бог нас исполняет Святым Духом по, опять-таки, своей воле и по своему желанию. Когда проповедники веры начинают рассуждать о взаимосвязи, исповедании и спасении, они стремительно начинают скатываться в учение о спасении по делам. Например, Хейген изображает процесс спасения так, что грешник, получив через слышание слова некоторую миру веры, он говорит, что Бог этому способствует, с ее помощью сам реализует спасение в собственной жизни посредством исповедания. Он говорит, что мира веры уделяется каждому грешнику через слышание слов. Затем он использует его, чтобы создать реальность спасения в своей собственной жизни. Когда грешнику проповедуют истину, это вызывает веру. Когда он верит и исповедует, это создает реальность ее собственной жизни посредством веры. Бог способствует тому, чтобы вера Божия приходила в сердца тех, кто слышит. То есть, некальная ситуация. Мы сами создаем свое спасение, а Бог при этом нам немножко помогает, присутствует, способствует. Точно так же, по словам проповедников веры, человек может реализовать спасение других людей, прежде всего своих близких. Киан Хейген в книжке «Власть верующего» рассказывает историю своего брата и говорит о том, что он много лет молился за спасение этого человека, но тот только глубже погрязал во грехе. И, получив от Бога откровение от власти верующего, Хейген просто перестал молиться и провозгласил спасение брата. Он пишет, что «Я дал приказ, я больше не повторял это и не молился. Когда царь дает приказание, он знает, что его исполнил». Под приказом Хейген имеет в виду, что он разбил власть дьявола над жизнью брата. Но, собственно говоря, то, что человек освободился от власти дьявола, еще не делает его христианином. И поэтому, фактически, получается, что Хейген, ему пришлось бы приказать и Духу Святому войти в жизнь брата и даровать ему покаяние и веру. Кроме того, получается, что Хейген присвоил себе то право, которое, согласно Писанию, принадлежит только Бог. Апостол Павел во втором послании Тимофею 2, 23-26, стих, который мы часто с вами цитировали в начале нашего курса, он говорит, что рабу Господню нужно скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Мы не можем просто взять и сделать человека верующим. Мы наставляем, Бог дает спасение. Наша задача в этой жизни проповедовать Евангелие. Бог способен даровать человеку веру в это. И, соответственно, у нас получается такой замечательный вопрос. Если действительно человек способен, основываясь на воле Божией, истребовать спасение любого человека в этом мире, то что мешает тому же Хейгену, основываясь на словами, что Бог не хочет, чтобы кто погиб, но что все пришли к покаянию истины, провозгласить, что все люди по всей земле спасены. И тогда, собственно говоря, задача благовестия, она становится ненужной. Все спасутся. Зачем это? Мы же цари. Да, если царь сдает приказание, значит, его приказание должно исполниться. Хейген превращает, тем не менее, свое откровение в неизменный принцип и последовательно применяет его на практике даже к своим детям. Он говорит, «Никогда в жизни я не молился о спасении своих детей ни одной молитвой. Никогда я не молился об их исполнении Святым Духом. Сегодня им где-то около 30 лет, и я думаю, что за прошедшие годы молился за них не более 6 раз. Почему? Потому что ты можешь иметь то, что ты скажешь, а я уже сказал». В чем смысл? Еще до рождения детей Хейген исповедовал, что его дети будут верующими. И, соответственно, зачем потом молиться о них? Ведь он уже исповедовал, значит, его исповедание должно превратиться в реальность. И опять же вопрос, почему апостол Павел продолжает молиться за своих учеников? Помните, все послания апостола Павла наполнены его молитвами за людей, которые он проповедовал. Зачем, если можно просто однажды исповедовать спасение этих людей, и дальше уже больше не беспокоиться? Если Павел родил их благовествованием, как он пишет, и дальше молился за них, то и нам с вами, в общем-то, нужно заниматься абсолютно тем же самым. И те откровения, которые Хейген нам дает, в данном случае противоречат Слову Божьему. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Следующий вопрос, который мы рассмотрим, называется «Назови и потребуй». Это такое просторечное название одного из самых уродливых аспектов движения веры. Речь идет о том, что когда у нас есть с вами такое влияние на Бога посредством позитивного исповедания, в конце концов, все наши молитвы вообще отступают на второй план. Мы начинаем у Бога не просто просить, а начинаем требовать. Причем, в конце концов, эта идея требования становится частью богословия движения веры. Вот посмотрим, как это происходит. В силу того, что мы с вами, как цари, имеем некие права и привилегии, как говорит движение веры, Хейген пишет. Я пришел к выводу, что самая эффективная молитва – это когда ты настаиваешь на своих правах. Я так и молюсь, я настаиваю на своих правах. Дорогой друг, только тогда, когда ты займешь свое место и начнешь пользоваться твоими правами и привилегиями, только тогда Бог начнет отвечать тебе. Беда, однако, в том, что когда мы начинаем настаивать на своих правах и привилегиях, мы фактически превращаем Бога в исполнителя нашей воли, в исполнителя наших желаний. То есть, возникает такая ситуация, что Бог превращается в автомат по продаже газированной воды, по сути. Бросаем пятак, получаем воду с газом и сиропом. Бросаем три копейки, получаем воду с газом без сиропа. Бросаем копейку, получаем воду без газа и без сиропа, не бросаем ничего, получаем один газ. И без воды, и без всего остального. Значит, Кенета Копланда этот факт немало не смущает. Он сам утверждает, что Бог поставил себя в такое положение, связав себя обещанием давать христианам все, что они не потребуют. То есть, иными словами, Бог, грубо говоря, попал, когда дал нам некое обещание. Как верующие вы имеете право приказывать во имя Иисуса. Всякий раз, когда вы стоите в слове, вы в какой-то мере приказываете Богу, потому что это его слово. Всякий раз, когда честный человек дает вам свое слово, он связан этим словом. То есть, наша просьба уже тихо перемещается в категорию приказа. Хейгин, однако, не готов к такому радикальному повороту событий. И он поясняет, что наши требования обращены не к Богу, а к сатане. Он говорит, когда ты требуешь свои права, ты требуешь не у Бога, а у сатаны, у дьявола. Мы требуем не от Бога. Когда мы молимся, мы просим Бога во имя Иисуса Христа. Но это мы требуем у дьявола. Но такое объяснение само по себе создает целый ряд проблем. Во-первых, почему Хейгин называет требования, обращенные к сатане, молитвой? Если речь все-таки идет о молитве к Богу, то почему самая лучшая молитва, как и требования, обращенные к сатане, заключается в востребовании своих прав и привилегий? И в конце концов, почему на требования, которые мы обращаем к сатане, отвечает нам Бог или Иисус Христос? Неужели он теперь служит на побегушках сатаны, выполняя все наши требования и желания? Основанием для учения Кента Хейгина о требованиях является очень своеобразный подход к толкованию греческого глагола «просить» или, как он говорит, «требовать». Этот глагол звучит по-гречески «ай тео». Комментируя текст Евангелия Туана, 14 глава, 13-14, он пишет. Греческое слово, переведенное здесь как «просить», означает «требовать» или «что не потребуете во имя мое, то я сделаю». Хейгин создает у читателя неверное представление о значении греческого глагола. Да, действительно, в некоторых случаях его можно перевести как «требовать», но его основное значение – «просить» или «умолять». Более того, в текстах Евангелия Туана, 15-16 и 16-23, где речь однозначно идет о молитве, обращенной к Богу Отцу, используется тот же самый греческий глагол «ай тео», речь идет о молитве. И у нас нет никаких причин считать, что в 15-16 главах этот глагол имеет какое-либо иное значение, нежели в главе 14-й. Тем более, что во всех перечисленных стихах 14-13, 14-14, 15-16 и 16-23, по сути дела, почти дословно повторяется одна и та же мысль. «Чего не попросите от Отца во имя мое, либо я, либо Отец даст вам». Никакого сатаны близко не присутствует. «Чего не попросите у Отца во имя мое, то будет вам дано». Никаких требований не присутствует. «Музыка» Продолжение следует...